МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Оказывается, лучше даже мяса в тюбиках. Один минус – есть это блюдо нужно свежим и еще лучше живым прямо из инкубатора. Ну а чтобы вкус не приелся, диетологи советуют подавать червей с разными соусами. Идею червивого меню китайцы выдвигали еще пять лет назад, а вот испытания на людях закончились только на этой неделе. Трое студентов почти месяц питались личинками хруща, жили все это время в замкнутом пространстве, как будто на МКС. Надо сказать, что в ходе этого эксперимента ни один студент не пострадал. Ну вот идею китайских ученых в мире восприняли, конечно, неоднозначно. А первый российский космический турист Денис Ефремов все же готов на такой эксперимент. Если вдруг китайцы нашли способ выращивать этих червей, если они действительно сильно питательные, я думаю, что они вполне съедобны, то почему бы и нет? Вы когда-нибудь пробовали червей? Я тоже никогда не пробовал. А вдруг они очень вкусные? Космонавтам приходится много чего выдерживать. Я думаю, что не очень вкусная еда – это все-таки далеко не самое страшное. Ну, надо сказать, что реакция космонавтов с МКС пока не ясна. У них там есть дела и поважнее. На этой неделе случилась пересменка. Новый экипаж приступил к работе уже в эти выходные. Задача, как всегда, стандартные научные исследования, текущий мелкий ремонт и установка оборудования, а также фото- и видеосъемка.